В Грузии, говорит Мамука, сохранилось пять тысяч храмов и крепостей, но самый главный, святит Схавели в древней Мсхете. Легенда гласит, что житель Мсхеты привез из Иерусалима хитон распятого Христа. Сестра его, Сидония, прижала святыню к груди и упала замертво. Так ее и похоронили вместе с хитоном, а на ее могиле вырос чудотворный кедр. Этот кедр стал одним из столпов деревянной церкви, которую поставили здесь в IV веке. Отсюда и пошло название – святит Схавели, что означает столб животворящий. А этот грандиозный собор был построен грузинским зодчим в XI веке. Музыка Музыка Считается, что могила Сидонии находится под этой часовинкой. Собор служил усыпальницей царей и князей Багратиони. Музыка Просто поразительно, насколько органично храм Джвари вписан в силуэт этого холма. Музыка Здесь святая Нино поставила первый в Грузии крест. Музыка А крест по-грузински – Джвари. Музыка 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 А это крест Нино, сплетенный из виноградных лос. Мы направляемся в крепость Ананури. Защищала она главную дорогу на Северный Кавказ, проходящую по Дарьяльскому ущелью. Крепость была построена в XVI веке. И принадлежала одному из влиятельнейших князей Грузии. Архитектор умело использовал рельеф местности и сделал крепость неприступной. Но в 1739 году здесь произошла жуткая история. Хозяин крепости, князь Бордзим, похитил жену своего соседа, князя Шанше, и продал ее туркам. Разъяренный Шанше нанял войско лесгинов и взял крепость. Часть семьи перебил, а другую заживо сжег в этой высокой башне. Еще 20 километров, и мы наткнулись на призраки из нашего прошлого. А над местом слияния белой и черной арагви Мамука организовал нам бестро со своей божественной чачей. И наша жизнь стала резко налаживаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова